Всем привет! И сегодня разберем такую проблему, как добавление фона для рапорта, для узора. То есть, когда у нас нету фона, все хорошо, рапорт стыкуется, как только добавляем фон, начинается вот такая ерунда. Как это поправить, как это исправить? Ну, вот здесь уже я вижу правильный вариант, вот он сделан. То есть, смотрите, вот у вас получился бесшовный рапорт. Его можно вытащить, вот он есть. И что нам нужно? Нам нужно туда погрузиться. Там вот много деталек. Когда мы вот так вытаскиваем рапорт, он у нас группой идет. И вот смотрите, там есть прямоугольничек бесцветный, без контур, он лежит в самом-самом низу. Что мы делаем? Ctrl-C, Ctrl-B и заливаем его фоном. То есть, я этот прямоугольничек Ctrl-C скопировала, ну, либо Command-C, Ctrl-B или Ctrl-V вставила. Почему Ctrl-B или Ctrl-F? Оно вставляет ровно на то же место, не смещая его там ни на пиксел, никуда. Ну, давайте вот так, например. И еще раз утверждаю, что он у меня находится в правильном месте. Монтаж. Так, на задний план я его перекладываю. И вот теперь проверяю. У меня поверх него лег еще вот этот прямоугольничек без цвета и без контура. И его перевожу назад. Он обязательно должен быть сзади. То есть, прямоугольничек без цвета и без контура должен быть обязательно сзади. А на нем сверху ровно такого же размера должен лежать наш с вами прямоугольничек. Закидываем рапорт. И давайте проверим, что у нас получилось. Мы вот к этому рапорту добавляли. Ну, что ты у нас летаешь? Давай смещаемся. Смотрите, немножко компьютер подтупливает. Так, не создался рапорт. Еще раз так, так, и так. Вот, смотрите, создался фон, соответственно, с которым мы теперь можем работать, если нам нужно. Например, я могу еще взять, ну, чтобы еще один создать. Почему-то тупит компьютер, очень странно. Ну, бывает такое. Вот, темно-синий, например, да? Все вместе это выбираем, тянем в заливки. Создаем еще одну копию. И проверяем. Вот. Соответственно, если вы создали изначально без цвета, то все нормально. Кстати, это сработает и вот в таком случае. Ну, что такое у меня сегодня? Вот он, смотрите, у нас уже есть рапорт. Есть там у него прямоугольничек? Вот он, прямоугольничек. Видите, он есть. И нужно его поместить на самый задний план, без цвета, без контура. Тоже все вместе выделяем, тянем в заливки. То есть это одно обязательное условие. Прямоугольничек без цвета и без контура, который обозначает у нас размер рапорта, должен находиться в самом низу. Даже программа сама его туда подкладывает. И вот все получилось. Потому что если мы перепутаем местами, и смотрите, вот сейчас я фон перекладываю на самый задний план, создаю из этого всего заливку, то она у меня будет кривая. Потому что программа будет у меня создавать заливку по этому прямоугольнику. А создать она должна была по-другому. Вот поэтому вот этот прямоугольничек, который обозначает рапорт, очень важен. Очень важный, вы помните. Если вы его не видите, то вы можете, вот уже когда создали какой-то рапорт, вытащить. То есть вот у нас хорошо созданный рапорт, вот его можно вытащить. Вон он, он там есть. Всегда и на него можно посмотреть. Вон он, он. Разгруппирую, вот он. Попробуйте. Я уверена, что у вас получится. Это такой маленький момент. Обязательно просто помните расположение, что прямоугольничек или квадрат, по которому формируется ваш мотив, должен обязательно быть по размеру. Ну, то есть либо у вас правильного размера фон, а либо же вы этот просто прямоугольничек туда-назад откидываете, и у вас все хорошо получается. Пробуйте, жду отзывы. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok